так здорово всем ребят начинаем стрим понемножку захожу на сервер только вот из дома пришел надо воде клады купить с утра сходить ну и там помочь по продуктам немножко прикупить так твич надо убить перске он отсюда пошел а 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 и и а а Так, инновейшн против Феосону, первый тур у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, короче, сетка не окончательная. Сейчас я руки помолву, скользко очень, я шел сейчас из дома и упал. Так. Так, пару минут нужно, говорят, там по новой сетке должна зайти, пацаны. Так. 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 Так, короче Твич-то попёр у меня или нет? Попёр, отлично Попёр, отлично Теперь сетка точно нормальная Так, баня с китайцем Инновейшн сет Здорово всем ребят Задержка уже выставлена Помните об этом Всем-всем-всем здорово Инновейшн, я думаю Мэджик Гритмару посмотрим Ну мы, значит, другого пацана-то возьмём Сейчас просто Такого как инновейшн Напрашиваю себе к нему в друзья Значит он тупит пока не хочет добавлять Или не понимает как Так 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 Здорово с китайцем Так Кстати Блайт где-то там тоже играет Оказывается Ну на Корее, конечно, тяжеловато Отоиграть Безусловно Безусловно Так Что-то я навыкнула Так А, вот Ну отлично Ну отлично, короче Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Да нет, ЭВТ не могло быть на загрузочном экране, пацаны. Так, туреточку подрезал последним ударом сид и улетел. Почему-то в третий нефтус выхода нету абсолютно никак. Ну, колосс уже второй, ресурсы-то есть, он не хочет в третий нефтус выйти, не поймал. Так, ИНОВЫЧНЫЙ выход делают сейчас, пришел сид, сразу же отблинкнулся, испугался, видел же где ИНОВЫЧНЫЙ, когда медивак вперед летел один, можно было и бьет в мариков, не понимая таких корейцев, которые просто такие вещи делают. У тебя стал, кроме медиваки летят, вот приоритетная цель лечения. И вообще легко фокусить его достаточно, да, как бы. Танчики подотстали. Сид 2 поймал сейчас просто на ровном месте. Хорош сид, но Нексус уже отменили ему. ИНОВЫЧНЫЙ пытается пробежать вперед. Хорошо, там как таймварп-то сработал, но призма летит вместе со стальной армией, Мазеркорд стоит вместе со стальной армией. Минки жахлуют так, что с Н3 все только от них рожки да ножки по сторонам летят. В это время еще дробщик двое на мейн, где есть 2 минки, копаются они. Залп пробок несколько забирают сейчас. ИНОВЫЧНЫЙ МИНКАМИ, ну Медивак один Сид сбил, конечно, но что это даст? Да ничего особо не даст. Так, Минку нужно убить, Минку убивает, Сид. Короче, все плохо, ребят, сумбурно он очень отбивается, я должен вам сказать, очень сумбурно отбивается Сид. О, ИНОВЫЧНЫЙ МИНКАМИ, все по плану идет. Здесь вроде танки на халяву принял, но Нексус отменили. Минки потом жахнули так, что вообще там по всем юнитам попали, часть еще лишились юнитов полей, и СН3 еще забрал. Здесь Сид ждет дробщик Минок, поэтому ИНОВЫЧНЫЙ не решился пока лететь. И он их много. Сейчас рабов добавил Сид, да, больше стало рабочих, хотя 44 меньше, чем ТАТА, а 46 было. Просто здесь минералы кончились, так вот здесь-то 10 осталось, а не 16, уже на второй базе побольше стало. Так, копается одна Минка, БАВАХ, минус две пробочки, вторая на вторую базу копается. Да, ну хорошо, что Сид успел отреагировать, всего одного рабочего и НОВЫЧНЫЙ подрезал. В это время, правда, он заходит через центр, уже с четырьмя викингами идет давить. И сейчас еще и Медивак подлетит к остальной армии. Огон целенький, зелененький, энергии больше всего у него, чем, ну хотя нет, вот у этого, больше, по-моему, пацана. Здесь нету просто этих сталкеров, которые прикрыли бы колоссов от викингов, поэтому первый уже падает. Второй тоже сейчас упадет, и третий в ближайшее время тоже упадет колосс. Ну что, инновейшн в игре, ждем пока Сида, он заинвайтит, я через Сида могу прыгнуть. Сида. 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 Так, все, поехали. Сида. Ну всё, поехали, ребят. Игра номер 2, Innovation 1.0 повёл. Карта гигантская, не гигантская, а большая карта у нас попадает сейчас. Вервинт. КСМ готов! КСМ готов! КСМ готов! В прошлый раз, а вот если кто-то из пассейных уже прошёл до этого, то тогда что интересно мне? КСМ готов! А, которые в прошлый раз оставшиеся с тех квалификаций и те, кто за квот, видимо, бились. Так, 8-6 Протсов, два тирана, там Бьян Ти Вай. Бьян ещё, между прочим, не прошёл квалификацию на этот ИМ. КСМ готов! Скарлетт играет. Упа, вот это интересно, что Скарлетт-то играет. Нужно посмотреть за Скарлетт. КСМ готов! КСМ готов! Так, ну что же. Передроп аминок начинает и навык, что Трассусида, Твайлайт, очень ранние адепта Глефа и Роба. То есть это, видимо, какая-то адаптация будет сейчас. Так, давайте в 2017-м, в конце января, не будем вопросов задавать про команду Сида. Потому что это такой уже Баян, что просто уже унываю я. 125, иной вот раз Мазерко ранее. Так, призма будет? Не, пока призма нету. Что-то оборонительные Глефы, что ли, я ещё не понимаю. Навычно не дурак, он просто на вторую полетел, где нет пилона, и один адепт стоит. Блин, такой сид луфер просто, я смотрю и удивляюсь вообще. Ну, в итоге Монстрил Монстрил убил две пробки. Инновейшн плюс рабочие всё это время катались, что тоже немаловажно. И ещё такой момент важный, что Минк погибла всё-таки одна. Ну, одна погибла. Так, здесь 4 адепта призма делать, плюс 3 гейта пошло. Навыкшн сейчас ещё и на мейн залетит, и он спалит просто, что здесь гейты добавляются. Поймёт, что здесь адепта пуш, блин. Иначе полную информацию инновейшн имеет. Ну, ё-моё, ну как таким лунтиком можно быть? Ну, летает спокойно, Минка на амуве, ходит сама собой просто. И нихрена не видит сид вообще. Повезло сейчас сиду. А не, не повезло, спалил всё инновейшн. Ну, всё, тут танки, марики, как бы стим, щиты. Надо на мейн залететь через вот здесь, вот здесь даже тёмная зона есть. Сейчас здесь и здесь туалетку привильнуть, то уже и не залететь будет, соответственно. Так, вывёл пробку, сидит, как будто третий нюкс собирается ставить, какое ощущение. Да, и био на мейн привёл просто. Очень долго что-то сид залетает, ребят. А, он и передумал залетать. Всё, это обманка пошла. Во как! На таких обманках сейчас инновейшн просто 50 в 30 с лишним боевого лимита. Танчика 2. Здесь бункер, смотрите, как инновейшн всё чётко. Знает, что где-то призма летает, на мейн не летит, а вдруг в лоб пушат. Второй бункер, пожалуйста, всё. Вот пример тиранам вот этим всяким, которые не туретки нигде не поставят. Две туретки на мейн не туретки нигде не поставят никогда. Они ни бункеров нету, нахрен. Их в лоб пробивают или как-нибудь убивают, они потом ноют. Вот, как инновейшн надо действовать. На обороне не жалеть ресурсов, если уж ты знаешь, что оппонент делает. Вот так вот. Минка жахнула. Три гейта отключена. Еще раз минка жахнула. Инновейшн пытается бомбить. Здесь оверчаж, плюсы Мортвы успевают отступить. Блинк есть. А зачем Сиду блинкаться? Он не знает, как это делать. Плюс один с адептами. Глеб и плюс один, ребята. Это страшное для КСМ, конечно, оружие. Но в это время сейчас лишится просто Сид третьего Нексуса. Потому что Инновейшн летит всеми сюда. Здесь две минки и два танка есть. Танки, птичь, минки. Копаются. Танки начинают копать. Атаковать Инновейшн занимает под Нексусом позицию. Нужно аккуратнее ему. Единственное, быть. Это время адептов, кто еще не вывел. Так, здесь там не силовая идет жесткая. Инновейшн забирает. Здесь у СН-3 падает. Ну, СН-3 подставляют. Просто у СН-3 две полудохлые. Все упало. Здесь адепты с мароделлами, простите, дерутся. Это, конечно же, провал полный. О, Нексусу танк долбит стабильно, как бы, сейчас. Адепты приходят. 2-0, ребята. Адепты просто. Адепты просто. Так, ну что же. Минус 4 адепта. Пару мариков забирает. Здесь Сид. Короче, я вообще нет. Призму потерял. Инновейшн с Либератором уже вперед идет сейчас. Здесь какие-то смешные группки ходят у Сида. Такие войска. Офигеть, здесь мародеров столько вообще. 18 мародеров у Инновейшн. Но это в стиле Мару, кстати говоря. Очень он любит этот игрок. Тиранчик мародеров в таких больших количествах строить. Инновейшн тут немножко перенял стиль. Ну, Инновейшн тоже может так сыграть. Почему бы и нет. Мариков некоторое количество тоже присутствует. Стим поперло все вперед. Либераторы раскладываются. Танки раскладываются. Разгром, развал, избиение. Ну. Продолжение следует... 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 И сейчас 1-1 У него грейды уже будут Это тоже хорошо А, какие Глеб, кстати Вайлайд же строился прям в замесе Я сам там говорил Конечно же тут Глеб никаких нет Так, былая удачно в серке получилась Это хорошо, конечно Но проблема в чем была В том, что даже если он сегодня Какими чудом пройдет во второй день Квалификации в корейской Тогда ему придется Завтра на корейском сервере Играть с тир-1 корейцами Такими как Зест, Бьян и т.д. То есть, как его Это очень жестко Так, ну, кассит начинает Третий добывать Второй армор уже у него делается Ускалят Второй когать по катухе бэйном Четвертая хатка готова 68-24 Макро хата на третий есть Одна Гидра Гидра линга бэйлинги Ускалят Ну, играет хорошо, конечно Так, зелка, спасайтесь Билые Вперед уже в пуш, что ли Да, похоже, что Билые уже Пуш собирается идти Покатухи есть? Да, есть покатухи Второй когать Подъезжая 20 секунд Осталось до апгрейда этого Важного Ну, здесь 30 с небольшим До второго армора У Билые У Билые четвертая Нексус Сэндр Собирается ставить Так, 6 секунд Афокат второго 6 секунд Скалят Куда же ты прешь? 3, 2 Все, отлично Билые отступили Билые когать доделался Не успевают Билые нормально Филды поставить СН3 падают Все падает 160 на 90 1, 0 Скарлетт Короче Что-то разгром какой-то Посталось запах Не успеваются Отлично Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же... Белую стандартно нет, суставят, а ускалит проксихатка здесь, пожалуйста. Будет ли белую проверять проксихатку? Ну вот, три дрона ускалит, поехала вперёд сейчас спокойно абсолютно. Белую сейчас это всё запалит. Надо реагировать как-то, а как он уже отреагирует вообще? Да там даже если бы белую в той игре филды бы и поставил. Там слишком много гидры было, как бы я думаю, что он уже ничего там не отбил, скорее всего. Так, выходил... Сразу же роба белую ставит. Роба это верное решение, но оно позднее очень получается. Некус отменён, ещё один гейт. Ща, рептумор скоро пойдёт. Ща, щас скажет, полей на халяву снимет у кибернащики. Всё, блюдки начали ковырять. Здесь первые мортлы уже строятся. Но проблема в том, что щас отменяется кивернетка и только зелкопов щас может белую строить. Ну и щас гейт очень быстрыми темпами падает просто за один клюк. Смотрите, кук, клюк, клюк. Плётки просто минусуют жёстко. Гейт падает, скалит уже на хайграунд, проходит здесь прям наверх. Тиморку номер один готов. Скалит рывается. Пытается оверчар здесь отменить. Отменяет оверчар. Плётчика бьёт сейчас неплохо. Линги забегают. Две королевы уже сверху. Саплай блок убил его гигантский. Сейчас наступает просто-напросто сейчас. Ну, лингов маловато у скалит, чтобы вот так вот прям ему в лоб шатать. Трансьюз на плётку пошёл. Надо отменять роба. Так, кибернащики как не было, так нет. А ещё проблему убил, если не убил он, то только на лоу-граунде здесь, смотрите. Хе, о прикол. Тегабилую оборзел, короче. Две плётки из трёх убил сейчас просто. Саплай блок ещё пока никто не отменял такое понятие. Два зелка билу из трёхи. С мазеркур улетает. Тридц энергии у него всего пока сейчас. Адептик падает, иммортал тоже сейчас будет падать. И плётка по нему ковыряет. Короче, минус билу, ребята. И 2-0, Лиззи просто хаза заходит в прокси. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, ребят, ну что же, смотрю, пока пара ищу. Давайте вам покажу, что ли, я не знаю. А то что-то как-то уныло всё очень. Так, вот у нас здесь СОС ждёт в каких-то странах. Боснингер, Сагавина и это что такое? Молдова. Ждёт. Молдаван тут каких-то ждёт. СОС. Может, это фан-флаг кто-то поставил, не знаю. Здесь Кьюриос и Асона провел. Мару с пробой 1-0. Кстати, Мару со Скарлетт, возможно, будет играть очень скоро. Мейджер с импактом. Здесь бьётся интересная пара. Траст Кинг, кстати, тоже пара интересная. Оба в друзьях у меня есть. Исиновейшн ждёт. Бьял Джагжи, пара интересная. Крейтор Янг. Банит Сану. Тут уже ТВТшечки всякие. Вот такой вот расклад, ребят. Вот такой вот расклад. Думал, имеет смысл. Мару Джагжи может подождать. Мару Джагжи может подождать. Мару Джагжи. Так, прыгнул. Тут все просто будут. По-любому. Ну что же, Марускар это хочется мне посмотреть. Еще Канавыч, ну по-любому. Успеем, я думаю, даже там стопудово. Это-то уже за квоту просто. А, это уже БУ-5, кстати говоря, Марускар. Это в общем прикол. Мейдер Импакта там ведет. Поехали, короче, братва. А вы помните, что поддерживать на меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на время, вам отключайте англоки, по реквизитам, обязательно через плеер напиливайте. В общем, у нас Марускарлет матч намечается. Режим готов! 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 Так, ребят, на кип-бетчике, возможно, ставочки есть какие-то. Да, Марускарлет запилилась ставка, кому интересно. Улучшение командного центра завершено. Так, смотрите-ка, Прукси-хатка от Скарлет сейчас. Мару вылетает рипером. Вот же она хата! А там Роуч Урон пошла. Пошел. Трукси-хата в центре на Вервинде. Ну, это жестко уже что-то. Кстати, добьет Мару две гранаты, еще вот этот кокон вздуется. Так, два линга первого походят. Криптумур пилится здесь. Два Роуча заказа. Там Циклон, но ХГ Бункер. Что-то Скаллет как-то. Слишком откровенно. Не эту хатку-то делая сейчас в Роксе. Первых два реводжера пошло. Танк нужно Скаллет делать сейчас. Так, овер здесь зависит. Что овер-то зависит, я чуть не понимаю. Вахтамару невероятно четко действует своим Циклоном. Он просто подбревает все, в общем-то. Для эпоху Скаллет сбревает. У тебя уже танк выйдет. Первый реводжер минус. Короче, как-то сам все бункер четко очень фокусит. Тут танк выйдет, сейчас и ничего не сделать будет уже. Талет, спасибо, что смотрите. Спасибо, что смотрите, пацаны. Танчик минусой. Скаллет Трансьюзом спасает реводжера. Молодец, очень четко это было сделано. Мару вынужден тут бункер отменять. Ну, сейчас можно и барак весь брить. Краснющий уже этот барак у Мару. Барак реактор упал. Только бункер остается у Мару здесь. Лингов Скаллет надела здесь достаточно много. Рибер наконец-то погибает. Трансьюзы надо у королевы покопить сейчас. Блин, не хватает одного фаербулу, чтобы бункер забрить. Сейчас вот это у К... Надо реводжера бы пора трансьюзить сейчас. Постоянные фаербулы идут на Трансьюзнуть вот этого пацана. А то он с залпа погибнет с одного. Там два танка уже. Вот, пожалуйста, минус два реводжера сразу, по-моему, да? Или один, все-таки один. Так, плюс депохи пошли у Мару сейчас. Нужно депохи срочно отменить. Блин, ну тут еще и Либератор появляется. Танк с Либератором за залп накрывает Скаллет. Смотрите. Танчик падает, ничего себе. Пробивается бункер. Неужели ГГ? Скаллет дожимает Мару. Просто в такой игре, я поражаюсь, как-то так Скаллет умудряется втащить-то просто. Такую хрень в лоб пробивать, а? Ну, жестко, жестко. Ну, вот фаербулы, смотрите, да, бункер. Вот, например, очень много работы Скаллет проделал. Бункер стоит, понятно, что он вычинен будет. Но все равно фаербулы кидается. Мару тратит минералы. Мару вынужден чинить, контроль свой тратить. Танки, ошибка. Либератор и танк. Оба за три фаербулы погибли. Абсолютно очевидная ошибка. Вот Мару была сейчас. Здесь уже не втащить ничего Мару. Так, яхты там убиваются, линги вниз побежали, КСМ мог шатать. Вот, приоритетная цель, да, да, пошечка жирная, вот эта, она важна. Здесь КСМ и королевы ходят, королевы их разбирают нафиг. В бункере один Марик, всего лишь сидит молодец, Скаллет. Очень хорошо будет, если она пройдет в финальный день, как бы, корейской квалификации. Ну, все, бункер упал, ГГ Мару пишет. 1-0 Скаллет. Не умеет она прокси играть? Ну, сейчас посмотрите, как не умеет. 1-0 Скаллет. 2-0 Скаллет. 2-0 Скаллет. 3-0 Скаллет. 3-0 Скаллет. 3-0 Скаллет. 3-0 Скаллет. 4-0 Скаллет. 4-0 Скаллет. 4-0 Скаллет. 4-0 Скаллет. 5-0 Скаллет. 5-0 Скаллет. 5-0 Скаллет. 5-0 Скаллет. 5-0 Скаллет. 6-0 Скаллет. 6-0 Скаллет. 6-0 Скаллет. 6-0 Скаллет. 6-0 Скаллет. Продолжение следует... 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 Ой, две автотурелечки прилетело Больно очень они делают сейчас Так, почему юнит не... А, вот убийство у Рейвена 8, проблевать, 68, 67 Четвертая хата еще Эксперты тут разбушевались Ну а был бы Либер в другом месте Разложен не над танком Первый залп, так же танк убивает Второй Либер, вот и вся разница Ну а было бы там 10 Либераторов Разложенные 10 танков Заходит такая скалит Первый залп, танк убивает Второй Либератора А третий, второго Либератора А четвертый, третьего А пятый, десятого Там, нет, точнее, одиннадцатый, десятого Залп, вот и вся разница То же самое было бы совершенно Ё-моё, хватит Свою экспертизу проводить Громзовую Товарищи Понимаете, как бы Ревчик бы тоже мог Близкон выиграть Но он не может выиграть Близкон пока что Поэтому разница есть Как там Либератор был разложен Так Ну что, приходит мех Мару реально больше, чем скалит Скалит до конца Не поняла, что происходит Что это мех вообще А не био И Мару просто сейчас Бьется Смотрите, как просто Просто на муле, что называется Пробревает Сейчас скалит продолжает Собак Тут В Кориеве живет А разведать не может Его Скалит, что ли Что Мару в мех катает Вот так Так Приходит Мару Автотурели Линги заходят Торы Раздавил скалит Как блоху Сейчас просто Вот Причем раздавил На муве Без затягивания Просто пошел На тайминги И убил Опа Кинблай За квот Между прочим Кинсблайм Играют Ну я Мару Начал смотреть Мару И досмотрим Кинсблайм Каблайм Я думаю Успеем Еще Зайти Кинсблайм 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 1 на 1 Не последняя карта 100% Фу Ну это тоже очень ожидаемый билд Как Скалет сейчас делает Это быстрые роучи реводжеры С выходом в золото Я думаю, что Мару готов к такому билду Он через рипера играет сейчас Смерть на пороге Рызыв готов Рызыв готов Рызыв готов База атакована Так, ребят, ну тут Подбегает Скалет, подгрызает Немножечко Мару Мару увидел золото Но Мару не заходил к Скалет на мейн Понимаете, как бы Ну, роучи идут вперед И у него ни бункера, ни хрена вообще нету здесь Неужели он не готов к такому билду Неужели он не готов к такому билду? Это будет ГГ, если сейчас Мару не подстроят срочно Ну, надо Скалет Так, у Скалет Дрона еще строится На мейн Да, на мейн Здесь 8 на второй базе Так, 12 Здесь обрисовывается Так, ну, трипер летит минус Бункера как не было, так бункера и нет Циклон номер один готов Фаербулл пошел на дпочку На хг Реводжера мотит Сейчас Скалет Три хп там у Кокона Мару Забрейку Конец-то Конец проблевает Наконец-то Конец-то Очень хороший контроль со стороны Скалет идет Блин, но второго Реводжера Как она протеряла-то сейчас Еще один Циклон выходит Нет Тут Мару отбивается Не достигнет Скалет Тех результатов, которые хотелось бы достичь По-любому Еще один Реводжер Нужно муфлингом делать и оборону уже сейчас Привет, Боттл Нотч Ты что, трезвый сегодня что ли? Какой-то странный Музло старкрафтовское, крутейшее музло 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 Не по-любому Тут Банша Просто три Марика Один Циклон и уже какой-то развал идет сейчас Рабочих на убивал тут просто Мару Скалет Музло 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 Так, смотри. Вторую хатку скалит, раскачивает на золоте. Есть добыча. 7 дронов. На золоте нормальную добычу создать. Как-то турель. Ё-моё, сейчас рабочих минус будет. 3 уже, то есть 4. Почти что 5. 4 рабочих. Опять к Мару скалитывать. Нужно еще рабочих здесь строить. Шпиль делается. 8 плюс дронов. Пошло эволюшн. 11, да, даже дронов. Раказы скалит. Просканил Мару и шпиль спал. Блин, вот идеальные сканы. Сейчас со строймару идут практически. Крип абсолютно верно. Вот как крип нужно на мейне смотреть. Просто хоп-хоп. Все в крипе. Ну вот, пожалуйста, пришел Мару. Ну вот, пожалуйста, пришел Мару. С тремя танчиками. Скалит, фаер, буллет здесь, конечно. Вот он просканил. Суть в чем это вот всей движухи. Просканил, увидел шпиль. И пошел вперед просто Мару сразу же. В общем, стим у него готов. И танчик, так, танчик 10. Королева с ХГ там что-то поливают. Сейчас танк нужно пробрить. Танк Мару пробревает. Скалит Мару танк пробревает. Но тут что-то био как-то уже сожестит уже. Смотрите, как марики раскладывают. Королевы не могли прикрыть в какой-то момент. Циклон просто поливает там, наливает дамэджа. Дамэджи. Первая мутка вышла. Вообще непонятно зачем, куда. Ради чего она строилась. С ГГ 2.11 в Алмару. Ну что, ждем еще игру. Как минимум одну, а то и несколько. А то и пару, точнее, если скалит. Сможет втащить все-таки еще одну карту. То есть уже начинается игра. Продолжаем. 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 Я не знаю. Ну что, ребят, третья хаточка У Скарлет поперла Сейчас мув будет заказан В ущерб королеве одной Либо королева в ущерб мув Нет, все-таки мув сначала Скарлет пилит Так, что королева-то вторая будет делать Пока дронов Скарлет пилит Рипер летит вперед На майне королева заказано тоже Пора снова прокси-хату делать Может быть и пора Так, на второй хачечке инъекции пошли сейчас Ну ё-моё, кусты сжёг Только что-то они зелёные так и остались В итоге Пожёг мару, кусты тут Так, Крептомар 1 погиб Об королеву Тридцать один, тридцать один парабам Беллинг Нес делает Скарлет Это Беллинг Баст, кстати, обратите внимание Очень жёсткий Беллинг Баст А тут Тут эти холбатики намечаются Девять Беллингов уже Скарлет пилит Дробчик на мейн попёр сейчас Ну, Скарлет есть королева Крептомара Нескарлингов в этом направлении Куда ты, Скарлет? Вперёшь-то ё-моё Здесь линги Геликов крошат на третьей базе Улетает еле-еле Медивак Надо на рампу идти сейчас, Скарлет Вот же, Депошки, две Да взрывай-то, вот Пять Беллингов, конечно Две Депохи сразу взорвано Такое неплохое началось Там Гелики дома ничего ещё не сделают Скарлет вообще замечательно будет тогда Так, там рампа прикрыта Перекрыто всё Замечательно, Рипер падает Риперы миссуют Сапплай блок, Кумару, жёсткий Очень сейчас Надо заходить на ХГ Сейчас Скарлет обязательно Так, два Хлбата падают Прилетают ещё четыре Гелика Они сейчас станут Хлбатами Моментально или не станут? Нет, не станут Почему Мару не может Эти Хлбатов? Это похоже на 2-2, ребят, счёт Я не вижу тут для Мару возможности Как-то отбиться так Чтобы у него шансы остались Смотрите, сколько он рабочих Натерял уже здесь Здесь падают просто бараки Так, ну Банша есть, конечно 8 дронов пошло Так, аж целых 3 муа сейчас Скалит, может минус 0 Ну, они уходят сейчас Ну, мулы, когда они добывают Это плохо Да, они втроём в одном ехали Сейчас в стэке Через меня лог 51-21 по рабам Не перемасил Или Скалит рабочих-то сейчас И будет ли Роуч Ворон Или что Скалит собирается делать Здесь ведь Мару в мех уже заиграл Опять же Говорите по-русски Не прок тебе удалённая хата Ничьи за сыр Черема реактивировал премиум на ваш канал Засырил пацана Или что там сделал Так, минус Банша Ребят, ГГ пишет Мару Чё-то он просканил и понял Что всё очень плохо у него 2-2, молодец Скалит, молодец А Мару, кстати, в американской квале присутствует вообще Чё, он уже успел хост новый создать Вот он резкий, как понос Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Ну... 2-2, пацаны 2-2 Дальше... Дальше... Обсырил? Ну да, как повернулся в схеме, только обсырил. Опа, посмотрите, Скарлетт решила, что просто так здесь не получается, нужно бы запароксить бы Мару сейчас. Ну а Мару почему-то не готовится совсем без разведки, вообще играет, и это очень плохо для Мару сейчас, очень прям плохо. Будет Марик что-то проверять. Так, ну здесь нету крипа, второй уже прилетает, ну и... Так, здесь реактор пошел. Мне очень Мару рискованно сыграл. Так, криптумор попер. Три рауча первых заказано. Королева стоит уже, здесь два овера. Предполин ли Мару что происходит, я не знаю. Если сейчас Мару Геликов заказывает, это фактически ГГнчик ему там будет. И КСМ-ка как к нему время прошла сейчас, ребят. Да, Геликов заказывает, КСМ-ка просто не спалила ничего вообще. Если Мару сливается на ЕМ, его не будет. Мару, похоже, что не будет на ЕМе. Как вы поняли, ребят. Потому что такую хрень отбить по факту просто невозможно, как мне кажется. Циклон, конечно... А, здесь два, две факты. Не, вру, здесь две факты, ребят. Еще Изи может, в принципе, Мару здесь про... Отбиться, как мне кажется. Так, королева ушла. Циклончик первый, номер один выходит. Начинает бить. Трансьюз пошел, Трансьюз пошел. Хорошие фаерболы по рабочим заходят. Один первый реведжер падает. Но 10 ксм у Кумару остается. Посмотрите, это очень мало. По своим реведжерам давайте фаерболиши. Трансьюз пошел на Кокон. Хорош, Скалет. Кокон затрансьюзила. Королева падает. Линги первые приходят вперед. Неужели Скалет проблевает Мару? Похоже, что так. Молодец, Саша Хостин. Молодец. Нет, три циклона, пацаны. Три циклона. Еще пока никто ничего не проблевает. Но экономика какая-то печальная вообще. У Мару крайне здесь вообще. Так, циклон номер один падает. Номер два циклон падает. Номер три циклон падает. ГГ, выходим, пишем. Вот это да. Надо проверять, Прокси. Ну что тут жаловаться-то вообще? Ё-моё. Просто гелики. К тебе идут три реведжера, ты гелика встроишь. Что за чушь вообще? Скарет три два Мару. Неожиданные результаты. Без Мару будет и им. Ну надо ответственно подходить к таким моментам. Делали Прокси хата. Надо ждать такую тему. А Амару вообще лунтик не ждет ничего. Так, инновейшн трэп. Начали уже они биться, интересно. Похоже, что да. Лианг бьял. Кин против Блая бьется, кстати говоря. 14 минут он там где-то бьется. Так, мейджером пакта провал лунсу. Уже 3.0 мейджера минус ну. Просто там в хлам. Соск Юриас, возможно, будет еще мать чуточку попозже. Блая в авторы смотрит. Надо попробовать к Блая прыгнуть. Или ублая все уже, что ли, очни меня. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Марик, там два роуча подходят, а здесь Кин уже с бункером на ХГ. Опа, вот это невезуха для Кина, то что Блай успел ХЦФ отменить. Надо одну КСМ-ку ещё уводить. Здесь три роуча. Хат удал в итоге Блай достроить, это фейл. Во-первых, ЦЦФ удал достроить, во-вторых, здесь зачем-то пробрался на мейн к танку, танк всё развальпит, с роучем в бункер, в бункер дал Мариком сесть, это провал. Привет всем, ребят, на Твиче, пацаны, здорово. Ну, подходит уже к завершающей стадии эта квалификация, в общем-то, ребят, ну, что могу сказать. После этой квали, видимо, сейчас огляну, что там на Тим Ликвиде по турнирам. Да, только Гоу ФСК следующий, я поставлю запись вчерашних евро отборочных, просто буду мотать вам игры, как бы вы будете смотреть. Ну вот, а я пока там какие-никакие свои дела поделаю, а в 4 часа Гоу ФСК посмотрим, где наши будут все биться, пацаны. Тут изики на билдсет АГГ, скорее всего, для Блая. Не знаю, как выигрывать здесь. Три танка укину уже, Блайса скалит тиммейт. Так, это вообще-то вроде как... Ну, Блая не оставляет, похоже, так давануть здесь скина. Ну, он здесь уже, смотрите, скин как с цехой на третью перелетел, так интересно. Танчиков сюда навел. Что-то не рано ли кинг-бункера-то начал продавать, Блая ведь не отступается пока совсем. Так, опрос, какой опрос? Простите у жёлтеньких, сделаю эту голосовалку вам, но... А есть-то жёлтый. Так, здесь что-то на мэне было жгло сейчас, Либератор, что ли? 20 лимит и кину уже в плюсе. Здорово, атак. Здорово всем, пацаны. Не знаю. Черт. Не знаю. Га-гай, ты сейчас, Блай тут друг прилетел. А здесь Блай ничего сделать не может, к сожалению. Так, ну я Соса Кьюриоса жду. Ну, Сос еще бьется, похоже. Ну, Соса Кьюриоса жду. 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 Соса Кьюриос. 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 Требенец хороший сейчас. Ну, а к северу потерял. 10 пробок кто-то трэпу. А, вот он. Два ливератора прилетело. И срезали трэпу 10 пробок просто. Так, да, варп на мейн попер. Так, как видео, как повторно. Смотреть, вступать в группу ВКонтакте и смотреть, там все выложено всегда. Если стрим идет на Twitch, значит, такие записи всегда выкладываю я на YouTube. А если на GGG-плеере, значит, на Twitch и стрима нету, в принципе. Потому что если на GGG-плеере, значит, это рестрим, и Twitch забанят, как бы, скорее всего. Вот. Поэтому там и записи не будет. Так что в этом смысла нет никого. Ну, что-то трэп понаказывал КСМ-ки по всем направлениям просто сейчас. Что-то софт там прям тысячу лет отыгрывает как-то долго. Ну вот, я же говорил, сейчас просру игру. Блядь, буду смотреть эти повторы сравные. Короче, ладно, ждем уже софт. Пошли стримы, один-один здесь, ребята. Да-да. Да, да. Дорога, да. Бои-би! Да, ну человеку, да. На всё-пространстве. На всё-праве с трэп, ну, совершенно классно, крутого. КОМ-кип thrust. Стором, эмборд. Да, Стром, да. Да, с трэпп да, это… Стрэпп, да, я сурово. Стрэпп, да, я его говорю, что ещё не было. Да, я его говорю, но, мне бы, как раз не было ничего, на Стрэпп так же. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, сейчас я фрикну в игру Через Мэджика или через кого-нибудь Все, отлично, а здесь Все, игра начинает, зайти Да, смотрим, что здесь происходит Здесь что-то уначно Третья ЦЦХ Трэп отменяет Все замечательно там вроде как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас досмотрим эту игру Здесь самое начало уже надо просто выяснить Хоть кто победил И понять как бы В принципе, теоретически трэп тоже А, смотрите, у трэпа-то 2-2, между прочим, ребят Должен я сказать То есть трэп мог ведь и задавить Dissinnovation Спокойно, абсолютно Так, приходит Био Один адепт только уходит Получается здесь Трэпчик с тремя колоссами Сейчас смещается Третий Нексус начинает добывать Да, варпы хорошие идут 2-2, очень важный момент Сейчас дождаться трэпу 2-2 Сталкеры зашли в рейндж минки Минка бомбанула Так, пошел за место Три колосса здесь Трэп до 2-2 бой принимает Ужасный тайминг Сейчас для трэпа случился Колоссы падают Падает, соответственно, и трэп здесь И как раз 2-2 подъезжает Ну, это аплодисменты Innovation 2-1, ребятки А ведь 2-2 дождался бы трэп Вот так вот с этими юнитами Он мог бы и пробрить, на самом деле Улучшение командного центра завершено Так, 2-1 счет, короче, Innovation ведет здесь, да? Нексус Адептик Здесь пилончик со старгитом рядом находится По чуть-чуть, по чуть-чуть трэп раскачивает Нексус второй свой Пилончик попер Так, сколько адептов? Два адепта, один заходит Тут на вторую Ну, через мариков прямо иллюзия пролетает Трэп решил не заходить Опять мариков Невыгодно с двумя адептами С пятью мариками драться Как бы больше они с двух ударов Вот были бы три адепта Они бы в кламбу покрошили бы их с удара Потому что ваншоте начал бы делать бы трэп Как бы и все А при таком раскладе не очень, конечно, круто Три с половиной, сколько у мариков? Три пятнадцать адепта? Чуточку быстрее адепта, чем марики ходят Ну, что ты делаешь? Три пятнадцать адепта Три пятнадцать адепта Три пятнадцать адепта Три пятнадцать адепта Оракул прилетел Оракул самоубил просто об мариков Тёма, мертвичина просто идет Галимая какая-то Привет, русрионимер Привет всем Так, а здесь что у нас? Минка прилетела Че убила? Пять пробок минус Залп и минус пять пробок Сразу же обнаружить ее нечем Надо Оракула возвращать Подрезают Феникс и Минку И... Не, ну пока у трэпа Более-менее нормально все Ну, сейчас Минка зашла Вообще хорошо Сейчас, пацаны, посмотрю кое-что Упал сегодня на льду Режим готов Бен подскользнулся таким образом, что... Да Режим готов Связки доленостопные повредил Кто на новенького? Да, кусточка Пристройка завершена Пристройка завершена Раздута немного косточка Я думаю, что-то побаливает Связки, конечно, херово это все Так Не подскальзывайтесь, короче, на льду У нас сегодня какой-то дождь был с утра такой А температура минусовая была И так снег расставил, лед один Еще такой тонкой пленочкой Такой сверхскользкой покрылся Просто жесть Так, тут Медивак с восьмимариками Весит, Оракул рядом есть, но... А, и Феникс и хорош Десять лимита погорело Сейчас прям в воздухе Здесь у СОС, у этого, у инновейшена Шестьдесят три, сорок шесть По рабочим, по экономике Трэп в абсолютном Плюсе здесь И вообще хорошо для него Игра складывается Но если как-то умудриться Тиран найти тайминг И до там Я не знаю Ключевых грейдов Прямо на адептов Фениксов Наломиться, убить То может провредить Вероятность маленькая Так, минки залетят везде Ну вот трэп, ну ема Ну неужели таким лунтиком надо быть Что, блин, просто не уводить Никуда рабочих вообще Фениксов реально Что у трэпа уже много По рабам все равно Он в плюсе Несмотря на то, что По шесть пробок за минки Залп теряет, блин Но восстанавливает их Очень четко Ну вот эти по те Вот с этой минки Вообще не обязательно тереть было Фатонка достраивалась Можно просто было Рабов в чик отвести Там одну пробку увесишь По ней стрельнули И все, как бы И Фатонка бы там убила Или по новейшен выкопался Улетел бы сам Блинк у трэпа пошел Фениксов аж целых 8 штук Это много реально Здесь минка Залп пока он сделал Тривелейшек Кинуть сюда И минку поднять Просто все будет нормально Пил он прокси Пошел от трэпа Зачем Ну хочет туда пушками Может быть он Оп, либератор у инновейшен Я обновляю Хочу посмотреть СОС-то там будет доигрывать Вообще СОС-то не проставляю Ну что, куда Испарился, что ли Я не знаю СОС-то там Наши КСМ Атакованы Так Жестко Адепта крошит КСМ Очень жестко На мэне Так 150-150-150 Четвертый У трэпа Доделался Доделался Фактически И С двух фажей 2-2 Трэпчик строит Но никаких колоссов Ничего такого нету Вот что мне нравится Трэп, что он По фотоночке В рабах Построил То есть Уже тяжелее Дропаться Минками Или еще чем Потому что Инновейшен Постоянно это делает И конечно Трэп Не хочет Теперь Смотрите Пять муру Добычи у тирана Просто Три Четыреста На две Стоп Ростов Ёмаё Адепты Прилетают Сейчас Просто Минеральную Линию Начинает Трэп Крашанить Просто Всю Ну Можно А ну Если бы До варп Сейчас Стром Погибли бы Рабочих Невских Трэп Убил Лимит Инновейшена Больше Сейчас Чем Трэп Адепты Варпятся Где Они там Варпятся Вообще А вот Далеки Они Варпятся Сейчас Будет Врыв Здесь Один Бункер Всего У него Мародёры И два Марика В этом Бункере Шторм Раз Шторм Два Шторм Три Четыре Ну По Либераторам Да Прилетает Штормом Но Не знаю Надо ли Было Энергию Тратить На Либераторов На Эти Два Псиштормячка Уже Даже Три Четыре Можно Слечь Ну Не Вот Этого Скоро Будет Шторм Фениксы Прям Почему Они Не Здесь Летают Они Прям На Самом Мейне Летают Ну Че За Чушь Вообще Великолепный Дроп Заходит Пока Трэп Туда Вернется Правда Рабов Покрошило На Вышну Тут Уже Весь Мейн Будет Аннигилирован Просто Либераторы Перераскладываются Дропчик Просто Гигантский Фатонка Наваливает Он Там Фатонка И Здесь Помогает Это 120 На 160 Минус Мейн Трэп И Минус Трэп Так Два Шторма Пошло Архон Вперед Толкают Он Даже Не Успел Родиться А Уже Минус Ну Лего 100 На 148 Да Все ГГ Пищем Впоем Это Очевидно Смотрите Кто Мейн Отобьет Никто Не Отобьет А Там Ведь Гейты Там Продакшн Здания Важные Сапплай Блоки Будут Сейчас Не Сапплай Блок Не Будет 87 Лимит Утрепа Ну Не 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 Сос Сос Против Кюриаса Сос Наконец-то Выиграл Наконец-то Результаты Обновили Давай Выходи Где Сос Начали Уже Что Лишь Ски Результаты Уже Ски Результаты Придется Поискать Так Сос 1.0 Идет Уже Надо Через Варти Надо Написать Ему Не Понял А где Варти Стримин Почему Я его Не наблюдаю В друзьях А Вот Он Ему Так Ну я Написал Варди, я надеюсь, он меня заинвайтит. Ну, чтоб не ждать, посмотрим чуть Варди как раз-таки. Ай-яй, Оракул, чудом там на таком... На один ударчик ушел сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Повторю, победил DimaTorzok Так, тут что-то адепты, там везде забегания идут. Ну, дайте, проверю на всякий случай. Дайте-ка я проверю на всякий случай. А вот и Enwad шел, да, я чувствую, что... Отлично, все здесь. Так, начинается игра. Так, во поводу кресла все нормально здесь с креслом, но единственное рекомендую не ослаблять сетку на этом кресле, потому что там, где ее ослабляешь, штуки такие крутятся там шестигранниками. Вот, она начала провисать, и вот эта сетка, короче... Этот, короче, как его. Так, дожимаем здесь Source Curious 2.0 получается. Поведет он сейчас... Вот эта кевларовая даже сетка, она пятой точкой терлась вот вот эту хрень, и там пару порвалось, короче, вот этих чик-чик, ниточек их. То есть как бы не очень хорошо, но я думаю, что ничего страшного. 2.0 Source, ребята, здесь счет становится. Ну что же, Curious Sos. Так, пилон Гейтон. Пилон на второй базе здесь ставится. Блочит Sos. Заказ Хаткин. Ну надо еще раз блочит, нету сотки минералов. Вот соточка пробка на 1 хп, надо сваливать отсюда. Вон Sos, аккуратней. Сейчас проверят Sos, увидят, что Хатана третья у Curious'а заказана. Ну и надо отменять пилон, нёчек. Кто-то решил, что достроят? Да, решил, что достроят. Вот как. На второй базеじゃあ. Вон. 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 Вон, Вон. 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 Вон, пилон выбивает кьюри с хата пошла да ты родился поздравляю давай сегодня число 28 все январские кончаются январь ну январских конечно я уже говорил просто немеряно людей так вайлайт на мэне тут у нас 4 линга контур забегания делают адепт с пробочкой в районе ксилнаги сейчас адептик зайдет третьей базе сейчас соса может быть даже пробку минуснет что-то он не стал под саму третью подлетать опа здорово дрон говорит сос одного минусует адепт на мэн полетела в это время 4 линга прибегают пробка минус или нет ну ёмоё добей ты хоть эту-то краснющую не добивает пробку выдохнула с облегчением сейчас пробочка зато здесь на мэне с газа одну сбреет точно может быть и вторую еще успеет нагнать не не успел вторую нагнать так на мэн один чут адепт все залетает ну вообще сос не стал рваться и ну вот сейчас три адепт у тремя то можно уже было бы и ворваться например я вижу бэллинг-нест я вижу 18 лингов это не бэллинг ли баст сейчас от юриуса идет по-моему самый настоящий бэллинг-баст да шестигранниками главное их не терять как скарлет сыграл можно все таки посмотреть так гейтику сос на мэнни убьет успеет сталкер нет не успела головы строго осталось лейер у куры достаточно много лингов бегает ну а че они бегают то взад-вперед на самом деле здесь несколько бэйнов сюда вот ворваться взорваться можно было неплохо ну кьюриас че-то как лунтик бегает сейчас то есть он просто лингов настроил так адептики свалили вниз что-то эти два адепта уже вообще достали короче напрягать семь и четырнадцать семь и четырнадцать юнитов убитого адепта офигеть даже если под собаки были бы но это не только собаки это рабочие в перемешку с собаками так здесь тоже адепт максим магии был ушел так заходят сос на вторую в это время на мэйн врыв с призма адепты сделали адепты уже с глефами филды хорошие бэйлинги где-то сзади остаются ядра выходит прям под адепт это катастрофейшн бэйлинги ворваются в сталкеров просто сос обновляет два филда здесь мэйн крошит вторую крошит это 3-0 сос ребята какой-то вообще разгром жесткий по-моему сейчас происходит бэйлинги ворваются был изничтожен просто как блоха так биалриан кстати еще идет мать так а где у нас биалрианг паузом бэйлинги ворваются бэйлинд бэйлинг 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...